Республика Узбекистан принимает все необходимые меры в борьбе с коронавирусом COVID-19 и с недопущением его распространения по всей стране. Одной из важнейших мер в борьбе с пандемией и коварного заболевания является усиление гражданской ответственности. Люди должны защищать себя и своих близких от инфицирования, а также заботиться о сотнях и тысячах прохожих, окружающих их ежедневно. Для обеспечения безопасности населения необходимо носить защитные медицинские маски. Этот правильно используемый аксессуар, как его назвали в соцсетях современные пользователи, способен не только защитить от вирусов вас или ваших детей, на которых вы заботливо надели маску, но и выполнить роль своеобразного барьера, который сдерживает поток микробов от вас и не дает ему дойти до людей, с которыми вы контактируете. Наша страна с 25 марта 2020 года ввела усиленную ответственность за передвижение без масок в общественных местах и на улице. Съемочная группа нашего телеканала совместно с инспектором по профилактике ГУВД города Алмалык Кромом Ташкенбаевым и его помощником Юдгором Ашарматовым провели небольшой рейд на Дихканском рынке Айдин, где помимо опроса проинформировали население о штрафах за неношение защитных масок в местах скопления людей. К примеру, за первое административное преступление придется раскошелиться и выложить со свою безответственность 223 тысячи сумм, то есть одну базовую расчетную величину. Один горожанин, пойманный на Дихканском рынке без маски, именно это и сделал. А вот если вы по каким-то причинам попались и во второй раз, то ваш личный бюджет заметно преуменьшится, а именно на 669 тысяч сумм, то есть три базовые расчетные величины. На Дихканском рынке нашлись и те, кто носит защитную маску не из финансовых соображений. На нашем городском рынке почти все оказались проинформированными о жизненно важной нужде ношения масок. Если вы думаете, что самой горячей обсуждаемой темой нашего города является китайский вирус, то вы глубоко ошибаетесь. Народ активно обсуждает картошку, точнее цену на нее. В среднем хорошая, мягкая и вкусная картошка стоит около 5 тысяч сумм. Сетывания людей с большой семьей вполне понятны. 3 килограмма картошки, а значит 15 тысяч сумм большим семьям буквально на два дня. Подорожал чеснок по всем известной причине, мощный воин против вирусов, об этом и продавцы много говорят. Занимательно, что все скупают чеснок, потому что всем известно, он друг иммунитета. Этот факт витает в воздухе, пока реальных исследований пользы чеснока на ослабленный иммунитет нет. Нет и не было. Спасет только запах. Думаю, этот нюанс поняли многие. Негодуют люди из-за цен на фрукты и мясо. Картошку сейчас выдают по 3 килограмма на человека. Больше выдать просто нет возможности. Не хватит на всех. Отчасти такая ситуация с подорожанием и нехваткой продуктов из-за паники в связи с коронавирусом. Премьер-министр Абдулла Арипов в своих выступлениях не раз заверяли народ. У страны все есть. Есть запасы и продовольствие. Не паникуйте, как одна из жительниц нашего города. Паникуйте, не хватит.